Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас вторая часть видео про косметику мою ежедневную, чем я крашусь, то есть вот так на повседневной основе. Я почему-то, когда вам снимала первую часть, не подумала, что жизнь на две квартиры, она такая, и надо вам снять вторую часть тоже, потому что косметики много, и, соответственно, в одном месте я крашусь одним, в другом другим. То есть где-то у меня что-то задваивается, конечно, но не настолько. Поэтому сегодня у нас вторая часть. Также просто стандартный мой какой-то ежедневный макияж. То есть вот сегодня, как я красилась, как раз пока красилась и подумала, а что бы не снять, собственно, вот эти продукты, вам их не показать. Такой мой плюс-минус стандартный макияж тоже достаточно, без изысков, занимает 10 минут и побежали, что называется. Так, ну, давайте, как всегда, как я и начинаю. Макияж с бровей, всегда с бровей, исключительно. Значит, сейчас я пользуюсь карандашиком от Faberlic из серии Glam Outfit. У меня это, господи, 50-206 артикул. Короче, самый темный который. Неплохой карандашик, чуть-чуть он жестковат, конечно, но в целом претензий к нему нет, он хорошо тушуется, на брови ложится вполне себе неплохо, поэтому как бы претензий к нему особо нет. За свою цену так тем более. И фиксирую я все это дело гелем для бровей от Vivienne Sabo, их серия Laminatrix, которая называется. Сейчас, наверное, будет все отсвечивать. Вот такая штучка. Не скажу, что я прямо в восторге супер от этого геля. Немножечко здесь подвизная достаточно вот эта щетка. В целом наносить удобно, но я люблю, вы знаете, зализанные брови, мыло для бровей, да, что-то такое. Здесь это вот очень легкая фиксация, то есть если у вас бровки прям жесткие, волосочки в разные стороны, вам вот этого не хватит и близко, поэтому даже не смотрим сюда. База под тени две штучки у меня, там по ситуации пользуюсь. Чаще всего это романовый мейкап. Что могу сказать? Не самая моя любимая база. Она, как бы это сказать, немного консилерная. Вот это вот максимальное слово, которое к ней вот подходит прям идеально. Вот она как консилер. То есть повторять я ее не буду, по стойкости в целом к ней претензий нету, то есть она хорошо все держит, но на ней некоторые продукты сложновато тушуются. Как-то, в общем, не прониклась я. И вторая у меня это Laura Mercier. Короче, вот такая немножко голубая. Единственное, что к ней какая претензия? Она немножечко суховата. То есть не такая кремовая, то есть вот, но она дает именно за счет вот такого вот холодного подтона усиление прям пигмента очень хорошее. То есть поэтому в целом к ней претензий нету, на ней тоже носится. Просто за счет более сухой формулы немножечко, да, тушевать иногда бывает ее именно на глазу тяжеловато. Так, ну с тенями, как всегда, у нас тут куча всего. То есть самый быстрый вариант, если мне надо вот прям вот максимально прям вот вообще за пять минут накраситься и убежать, я использую свою любимую старушечку от Бобби Браун. Вот такой, это однушка в оттенке блонд 21. Вот так. Ну она прям, я думаю, по ней максимально видно, как я ее люблю. Это прям вот любовь. Это прям идеальный такой тушевочный цвет, в складочку положить, то есть вот что-то такое, да. Мне очень нравится, то есть я прям люблю-люблю ее нежно, то есть у меня к ней еще есть вот такая однушка. Это у нас Velvet Plum, но это металлическая серия. Тоже неплохая, могу тоже на подвижное веко. И где-то у меня была еще одна, еще одна однушка от Бобби Браун, тоже блестящая. Но только что-то я ее, сейчас, наверное, вам не найду просто. Соответственно, да, к Бобби Браун претензий вообще нету, любовь. То есть, и это, собственно, тоже, что я делала сегодня. На нижнее веко махнула чуть-чуть кисточкой, чуть-чуть в складку. Вот, а на подвижку я люблю использовать какие-нибудь свои однушечки. Это практически все Urban Decay однушки. Значит, оттенок лаунж, такой двухромчик. Хромчик, это прям любовь, очень-очень его люблю. Вот такой, хоп, зеленый, хоп, красный, да, то есть, очень здорово. Дальше Fireball. Вот такой тоже, хоп, оранжевый, розовый, прям вот это до хрома. Вот эту историю, конечно, я очень люблю, прям здорово. Здорово. Так, дальше Soul Stice, наверное, это читается правильно. Вот он. Прям тоже любовь, вот любовная любовь. Вот у меня тут нет одной, вот чтобы я сказала, что это нравится больше, а это меньше. Нет. И сейчас у меня на глазах оттенок Тоник. Вот он, красавчик, холодный, прям прелесть. И сверху я на него положила чуть-чуть для сверкашки. Максимально похоже на Urban Decay, но это Sparkle от Chic в оттенке Мимоза. Так, куда бы. Так, вот он, красавица. Более влажная уже такая история, и он такой более кремовый даже на ощупь. Но я прям обожаю, то есть, вот примерно так выглядит эта комбинация. То есть, вот я, вот эти однушки от Urban Decay и со Sparkle от Chic я прям сочетать очень люблю. Это очень-очень прям красиво на глазах, очень базово, при этом не так прям вызывающе. То есть, я как бы не считаю это ярким макияжем, для меня это так вот, просто пойти на работу. Так, еще однушечку у меня есть. Это у меня от MAC серии Paint Pot Dangerous Coup. Не знаю, как это правильно произнести. Это вот такая холодная серая какая-то история, типа холодный асфальт, мокрый асфальт. Ну, что-то такое, да, наверное, это можно обозвать. Так. Вот так это выглядит. Тоже прям. Но его, конечно, это не на что-то, это наоборот как подложка используется. Вообще, вот эта коллекция Paint Pot, она вот именно заточена практически как базу под тени можно их использовать. Тоже очень здорово. Если хочется подводку, я использую от Bobby Brown. Это у нас оттенок Black Ink 1. Просто гелевая подводка, обычная, черная, как бы. Тоже не сильно она побита. Ну, хотя нет, сильно. Потому что ее я люблю, она клевая. Дальше едем. Карандаши, да, для глаз. Что у меня самое, значит, в ходу? Это опять Urban Decay. Так. В количестве четырех штук. Это их коллекция, которая 24 на 7. Старенькая. У меня, значит, оттенок Viper. Такой фиолетовый. Хоба. Надо было, кстати, его сюда добавить. Что-то я не подумала. Deep End. Такой прям бирюза. Хоп. Так. Electric. Это посветлее уже голубой. И с такими с блесточками прям. Блин, при электрическом свете, ярком, вот, при лампе. Очень круто, конечно, выглядят они. И Abyss, видимо, это называется. Уже чисто синий такой. Прям вот. Я их, конечно, берегу. Максимально, вот. Но это прям любовь. Вот очень-очень мне нравятся эти карандашики. Так. И мне же ресничку. Я сейчас использую. А, я не показала, конечно же, да, еще из карандашей. Это Романова Golden Apple. Оттенок. Вот такой. Тоже он уже немножечко заканчивается. Ну, не заканчивается, но побитый, конечно. В межресничку. Два у меня от Faberlico. Это у нас... Так. Один Eye Shaper называется. Он коричневый. Так. Ну, вот. Просто коричневый карандаш. Как бы, без изысков. Второй у нас из коллекции Coyal Eye Shaper. Синий. Он по текстуре практически такой же, только чуть помягче. И просто черный классический карандаш. Итальянский. От бренда Inica. А мне попался в каком-то из адвентов. Вот сейчас я, собственно, им пользуюсь. Это просто черный карандаш. Все. Он в дереве. То есть, вообще без каких-то изысков. То есть, даже останавливаться не будем. Тушь сейчас добиваю. Прям очень мне нравится. Это Faberlico Next Level. По форме, я думаю, понятно, чем вдохновлялись. Да, Maybelline. Все дела. Моя любимая вот такая силиконовая щеточка. Обожаю, обожаю. То есть, сейчас у меня на глазах она. Я прям очень с удовольствием, наверное, даже повторю ее. Потому что... Ну, она прям вот все, как я люблю. Для меня чуть-чуть бы формула пожирнее. И вот было бы просто идеальная тушь. Вот. Но, в целом, и так даже достаточно. И претензий к ней нет никакой. Теперь вопрос. Смыть все это с рук. Стереть. Еле-еле сейчас буду, пока она еще до конца не засохла. Потому что фиксируются карандаши быстро. Там те же Urban Decay. Да и Романова тоже. То есть, если чуть-чуть проворонил, все. Потому что мне нужно место тут вам еще показывать. Так, потуши, наверное, пока все. Я единственное, что еще иногда могу использовать чуть-чуть от соды. Это такое верхнее покрытие синего оттеночка добавить немножечко. Но я сейчас хочу, на самом деле, купить пару белорусских тушей именно в цвете. И чтобы прям цветные ресницы были. Прям что-то хочется. Какое-то там время назад, я не знаю, лет семь, наверное. Может быть, больше. Не помню. С Кумой прям мы регулярно покупали. Вот в Сифаре были очень клевые. Именно от их бренда, именно Сифара. Синяя и вот бирюзовая такая тушь. Просто это было что-то. Она как раз красилась, когда ими... Ну, она тоже врач, она терапевт. И она говорит, пациенты приходят. Говорит, смотри, Викторовна, какая вы красивая. Говорит, можно к вам приходить просто посмотреть на вас. То есть, вот настолько прям вот еще... Ну, она блондинка еще, да. То есть, если вы еще не видели, как она выглядит, я ссылочку оставлю, да, чтобы вы могли посмотреть, познакомиться с ней. И вот эти туши цветные, это, конечно, был просто фурор в то время. Вот. Но сейчас что-то как-то на них модно возвращается. Надо немножечко тоже прикупиться. Так. Дальше. Давайте по румянам. Значит. Из кремовых, значит, то, что у меня сейчас. Романова снова наша любимка. Это у нас оттенок Good Girl. Просто легенда. Обожаю, обожаю, обожаю. Прям вот идеально они кремовые. Тушуются в какую-то такую мягкую-мягкую пудру. Можно растушевать, мне кажется, вообще в ноль просто их. То есть, очень здорово. Вторые неожиданно мне понравились. Я думала, они мне не зайдут. Из Адвента это Huda Beauty. В таком стике. Оттенок Coral Cutie. Они, причем, вроде бы так, вот так смотришь, они прям рыжие на руке. Они не такие рыжие. То есть, тут рыжее даже Романова кажется. И вот, когда начинаешь тушевать тоже, и они прям в розовинку уходят на лице. И прям мне очень нравится. Я даже не думала, на самом деле, что так зайдет. Потому что я тогда еще, когда обзоры смотрела, да, на эту худую распаковку Адвент-календарей у блогеров, думаю, такие персиковые румяны, но мне не подойдут. Мне не понравится. А сейчас я прям в восторге. Так. Из кремовых все. Из сухих давайте посмотрим, что у меня здесь. Из того, чем прям люблю пользоваться. Потому что все показывать, это нужно делать отдельное видео. Просто часть. Моя коллекция румян, моя коллекция палеток. Это будет на час иначе. Sugar Bomb. Классика от Benefit. Старичок, любовь, затертый. Прям очень люблю. Вот. То есть он, конечно, теплый. Он, конечно, прям... Но люблю. На лето люблю. Дальше. Это уж более холодная история. Марк Джейкобс. Тут прям совсем холодно. Прям совсем холодно. Так. Куда бы... Ну да, явно. Прям на фоне холодного розового, конечно, прям совсем. Тоже. Но это прям зима-зима. Так. Еще одна зима. Make Up For Ever. Единственный оттеночек. Сейчас не подскажу. Я, наверное, не вскрою просто его. Тоже просто матовые. Такие румяшечки. Очень нежные. Очень пудровые. Прям совсем. Вот. Они, конечно, еще более холодные. Но они более... Ну, как будто нежные все равно. Дальше. Sleek. Это у нас Feeling Like a Snack. Это вариация на тему Нарс Оргазма. Это прям вот оно. То есть у меня когда-то давным-давно были эти румяна. Именно тоже в полноразмере. Я их угрохала благополучненько. Они более рыжие. Конечно, и более пигментированные, чем Нарс. Но не менее любимые, скажем так, от этого. Так, еще одна. Забитая просто уже в ноль. Наташа Динона Blush Glow Duo. Это румяшки с хайлайтом. То есть здесь прям видно. Хайлайтер не потому, что я прям так люблю. Просто он более сыпучий. И поэтому вот такая дырка получилась. Вот. Но румяшки прям любовь тоже. Очень приятные. Очень нежные. Вот. Но здесь пигментация уже полегче. То есть с ними работать попроще. Так. И еще одни, наверное, покажу. Тоже это более зимний вариант у меня. Тейвсен Лоран. Вот. Вот такая штучка. Это у нас Blush Volupt. Да. Оттенок 62LN. Видимо. Двоечка. Так. Господи, куда? Да. То есть совсем они бледненькие. То есть это вот сейчас я уже не такая светлая. И вот на холод это прям хорошо. Но так они, конечно, вот на совсем светлую кожу, если вы белоснежка, конечно, вам это зайдет. Вот. Но я, кстати, не знаю. Они у меня тоже достаточно старенькие уже. Я не знаю, есть ли они вообще в продаже. Шик кремовый. Крем-контур в оттенке 04. Тоже любовь. Надо единственное, что еще кисточку прикупить. Прям любовь. Классический кремовый контур. Люблю, не могу. Так. Из сухого. Палеточка. От Шарлотты Тилбери. Классическая. Которая, господи, как она Filmstar. Bronze and Glow. Просто у меня старенькая рождественская лимитка. В таком дизайне. То есть тоже, я думаю, максимально очевидно, насколько любим продукт. И такая история, кстати, я знаю даже вот у многих блогеров, то, что кто пользуется. То есть у всех контур затирается, а хайлайтер, потому что достаточно лояльный такой. То есть, но здесь теплее, это не прям супер какой-то, да, там контур холодный и так далее. Нет, здесь прям потеплее. Но это все-таки считается бронзер. Еще могу использовать, ну так, рука не скажу, что прям тянется. Это Кевина Коин. Вот такая, то есть, и здесь и румяна, и три скульптора. Но вот как-то не знаю, мне вот, даже не знаю почему, но вот не тянется у меня к ней рука. То есть, то ли за счет текстуры, то ли за счет чего, я не знаю. Вот три оттенка скульптора, и выглядит грязновато. То есть, это вот проблема этой палетки. И с румянами точно так же вот какая-то получается как будто бы грязь, не знаю. Ну, румяна ничего в целом. То есть, не знаю, насколько вот, да, прям стоит она своих денег. Она тоже достаточно дорогая. Поэтому ничего не могу сказать. Есть, есть, как бы пользуюсь. Ну, и, конечно, любовь. Это старушечка Амбиент, чтобы не отсвечивала, от Hourglass. Сейчас у меня еще вторая, которую я купила в прошлом году в Дубае, когда была. И здесь, и это, я думаю, тоже видно, насколько она любимая. И контур, да, и румяна. Здесь я вот все в целом, вот, ну, здесь дыры. Поэтому. Так, пудра у меня сейчас уже повторюшку уже какой раз. Это Пупа в оттенке 04 коллекции Luminis запеченная. Любовь. Ну, немножечко устаревшая формула, конечно, можно было немножечко уже сделать ее менее такой дисперсной. То, чтобы она была более мелкого помола. Но, в целом, нормально. Мне нравится. Потому что хорошее покрытие, можно наслоить. Прям перекрывает хорошо, то есть претензий к ней нету. То есть она дает именно хорошее покрытие. То есть я, поскольку использую кудру соло, да, без тоналки, поэтому для меня это важно. Так, ну и что, хайлайтеры давайте посмотрим. Покажу прям парочку буквально, потому что прям самую любовь мою. Самая любовь Диор с коллекцией Backstage Strobe. Просто любовь. Вот не могу. Вот я вообще фанат Диора. То есть кто меня хорошо знает, вы знаете. Но это прям, прям любовь. Прям хоба. Я прям смотрю и кайфую. Вот тоже у меня сейчас, собственно, они на лице. Насколько будет видно. Вот, наверное. То есть прям люблю-люблю. И еще один любимчик это Мак в оттенке запеченый soft and gentle. Тоже классика жанра такая. Тоже хорошо видно, как люблю. Дыра. Вот. Но это уже более такой шампанское прям. О, вот так видно хорошо. То есть прям любовь-любовь. Более светлый оттенок тоже есть от Мак, но он уже не такой любимый. А этот более прям такой, ух. А, ну и если хочется совсем блесточек, использую еще вот такую крошку от Fenty Beauty. Это у нас Diamond Bomb. У меня в двух оттенках он есть. Вот. Это вот их самый легендарный, который светлый. Который прям холод и мороз, что называется. Вот. То есть прям сияшка-сияшка. Вот. Это прям вот то, что очень люблю. Ну и давайте чуть-чуть по губам пробежимся. Что у меня здесь? Немножко карандашей. То есть, но я в целом чаще всего использую сейчас от бренда Delilah. Он у меня, собственно, и сейчас тоже на губах. Толстать на глазах. Так. Просто нют. Без изысков каких-то. И по помадкам. То есть, сейчас что делаю? Добиваю от Tarte Maracoyed Juicy Lip. Тоже любовь. Но прям. И что-то еще есть. То есть, это прям вот так вот. То есть, очень мне нравится. Буду тоже, да, добивать. Дальше. Ну, то, что постоянно вы видите на мне и сейчас это на мне. Это Романова Sexy Lip Gloss. У меня оттенок Fabulous. Так. Я его могу и на помаду куда-то положить. То есть, ну, это уже прям блеск-блеск. Ну, люблю-люблю-люблю. В последних видео часто у меня видели, наверное, более плотные помадки. Это... Господи, я все время забываю, как этот бренд называется. Клё-де-по-вот-э. Во. Значит, первая у нас матовая. Матирующая. Матовая в оттенке 103 нектар. Так. Вот такая. И вторая. Именно серия Shine. Delicious Dream оттенок 3. То есть, это уже более такая плотная история. Цветная. Да, то есть, это вот, наверное, все вот такое то, что прям самое любимое. То есть, все остальное я не буду показывать очень много, потому что и очень долго будет. Это вот то, что просто к чему на ежедневной основе тянется рука. Ну, и, конечно же, я не обхожусь без фикс-спрея. Единственное, я вставлю картинку, как он у меня выглядит, потому что я переливаю в старенький флакон от старта, от спрея. И это просто идеальный флакон для фикс-спрея, потому что он такой вуаль делает. Прям вот эту дымку, вот это облачко. Просто любовь. Если возможность будет когда-нибудь заказать, купить, я обязательно куплю еще. И вот это просто прям любовь, потому что и сам спрей был клевый. Но у меня рука не поднялась выкинуть саму бутылочку, потому что он идеально распыляет. Я туда переливаю все. Вот. И сейчас у меня здесь от комплимента увлажняющий тоже картинку вставлю, посмотрите. Вот. Наверное, как-то так. Немножечко тоже вам показала своего косметосика. Разобрали. Если чем-то, да, пользуетесь из того, что у меня есть, тоже пишите. Интересно. Потому что где-то мы совпали, где-то не совпали. Какие-то, если продукты тоже порекомендовать хотите, пожалуйста, с удовольствием посмотрю, почитаю ваши комментарии. Все. Заканчиваю болтать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.